Актер Брэндон Фрейзер был очень популярен в 90-е и даже считался одним из первых голливудских красавцев. Начав с незатейливых комедийных образов, он взошел на самую вершину славы. Многие хорошо помнят его блестящую работу в фантастическом боевике Стивена Саммерса Мумия. Казалось бы, птица удачи поймана за хвост и надежно заперта в золотой клетке. Но судьба штука непредсказуемая. Жизнь Фрейзера сделала крутой вираж, после которого актер практически исчез с экранов. Родился Фрейзер в американском городе Индианополисе, в семье, никак не связанной с искусством. А в связи с работой отца им постоянно приходилось переезжать. Брэндон вместе с братьями успел пожить не только во всех уголках родной Америки, но и в нескольких европейских странах. В 12 лет во время проживания в Лондоне он впервые вышел на театральные подмостки. И с тех пор стал мечтать о настоящей профессиональной карьере актера. Окончив школу в Канаде, он стал обучаться актерскому ремеслу в Торонто, а затем отправился совершенствовать свои навыки в Сиэтл. И в 90-м году получил вожделенный диплом профессионального актера. Старт его карьеры произошел в 91-м году, причем в картине «Моя старая школа» ему досталась сразу главная роль. Далеко не каждому дебютанту выпадает подобная удача. Фильм не получил широкой известности, но для Фрейзера он оказался путевкой в большое кино. Уже вскоре его пригласили в комедийный проект «Дурацкая пари», и за ним само собой закрепилось амплуа комедианта. По мере взросления и наработки навыков актер стал понимать, что было бы неплохо хоть на время расстаться с комедийным жанром. Он осуществил этот план, снявшись в картине «Боги и монстры». Работа получила похвалы со стороны зрителей и прессы, а он доказал, что ему, как актеру, подвластно все. 1999 год ознаменовался выходом на экраны фантастической драмы «Взрыв из прошлого» и первой части «Мумии», самой значимой в творческой биографии Фрейзера. До 2010 года фильмы с Фрейзером выходили один за другим, но потом начался резкий спад. Ему предлагали лишь малозначимые комедийные роли, которые он давным-давно перерос. Поэтому он решил заняться озвучкой художественных и анимационных проектов. Так продолжалось три года, а затем за пару лет он снялся сразу в семи картинах. Однако это был последний всплеск. Что касается личной жизни, то его первой женой была актриса Эфтон Смит. Отношения развивались целых пять лет. У молодых людей оказалось много общего. Даже день рождения они праздновали в один день. В 1998 году Брэндон наконец-то сделал возлюбленное предложение и получил согласие. Они поженились и переехали в Лос-Анджелес, а вскоре завели трех детей. Казалось бы, судьба не предвещала ничего неприятного. Но 9 лет спустя супруги неожиданно объявили о разводе. Брэндон с трудом пережил этот процесс. Тем более, что Эфтон сделала все, чтобы довести его до банкротства. Поклонники долго гадали, что же случилось с Брэндоном в то тяжелое для него время. И только недавно он дал эмоциональное интервью, в котором рассказал о своей жизни. Оказывается, развод с женой и банкротство, травмы из-за трюков мумии, по его словам, разрушили его тело, из-за чего он перенес немало операций. Он признался, что за последнее десятилетие прошел буквально ад, который усугубился еще и потерей любимой матери. При всем этом не было новых ролей и он переживал творческую невостребованность. Также актер признался и в еще одной травмирующей ситуации. Он рассказал о недвусмысленных намеках, которые делал ему некий мужчина. Влиятельная личность со связями в Голливуде. Брэндон понял, что если откажет ему, то это приведет к концу карьеры. Так и случилось. Из-за всех этих событий он переживает депрессию. Он выглядит потерянным и поклонникам тяжело смотреть интервью, в котором актер не сдерживает слез. Мы же надеемся, что у Брэндона Фрейзера все будет хорошо и он будет радовать поклонников еще новыми, более интересными ролями. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы Брэндона Фрейзера в фильме «Мумия».